Малаев Павел Яковлевич, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 года, полный кавалер Ордена Славы. Родился 18 августа 1924 года в поселке Снедхарь Трубчевского района Брянской области в семье крестьянина. Учился в начальной школе. 10 сентября 1943 года был призван в Красную армию. После окончания краткосрочных курсов младших командиров в апреле 1944 года был направлен в 950-й стрелковый полк 262-й стрелковой дивизии 39-й армии на 3-й Белорусский фронт командиром взвода разведки. И все оставшиеся дни Второй мировой войны он был разведчиком. Легендарная военная профессия. Первое боевое крещение принял Малаев под городом Витебском. Перед взводом разведки была поставлена задача разузнать расположение противника, нанести на карту огневые точки и взять языка. Для выполнения задания надо было углубиться в оборону противника на 10-15 километров. Разведчики шли скрытно, обходными путями и только ночью, днем отлеживались в болоте. На вторые сутки взвод обнаружил артиллерийские батареи фашистов и укрытие танков. На обратном пути им предстояло взять языка. Разведчики увидели хорошо замаскированную огневую точку врага. Соблазн был велик захватить языка и уничтожить расчет. В схватке с немцами был взят в плен офицер, а огневые средства врага уничтожать не стали. Их повернули на немецкие укрепления и выпустили по ним весь боекомплект снарядов. В свое расположение вернулись без потерь, с ценными разведданными и с языком. Потом были бои за освобождение Белоруссии и Прибалтики. В октябре 1944 года в одном из боев тяжело ранила командира роты. Рискую жизнью Павел Малаев на руках вынес командира с поля боя. За этот подвиг командование наградило его Орденом Славы Третьей степени. Орденом Славы Второй степени Павел Яковлевич был награжден за спасение разведчиками важного стратегического объекта. Благодаря смелости, находчивости, геройству своего командира пять разведчиков не только спасли подготовленный к взрыву мост через реку Западная Двина, но и взяли в плен 18 гитлеровцев и богатые трофеи, оружие и грузовик столом. Потом была Литва. Небольшой городок Юрбург. Огонь вражеских минометов не давал возможности вести наступление. Тогда группа разведчиков под командованием Малаева уничтожила вражеских минометчиков. Стволы орудий были направлены на позиции врага и немало фрицев полегло от осколков собственных мин. И было награждение орденом славы первой степени. В феврале 1945 года. За годы службы Павел Яковлевич получил не только ордена солдатской доблести, но и орден Отечественной войны второй степени. В мае 1945 года для сержанта Малаева война не закончилась. Еще был Дальний Восток. Разгром Квантунской армии и город русской славы Порт-Артур. И здесь Малаев был разведчиком, смелым, находчивым командиром. На Дальнем Востоке к его боевым наградам прибавился орден Красной Звезды. Из видов Красной армии Павел Яковлевич Малаев демобилизовался в апреле 1947 года. После войны работал на шахтах подмосковного угольного бассейна проходчиком, а затем горным мастером. В городе Киреевске проживал с 1985 года. И в мирные годы ветеран самоотверженно трудился, за что неоднократно награждался почетными грамотами, имел звание ветеран труда. Умер Павел Яковлевич Малаев 27 мая 1993 года. Похоронен в деревне Воронки Киреевского района Тульской области. Сотрудники Краеведческого музея хранят память о легендарном отважном разведчике. В нашем музее оформлена экспозиция, которая рассказывает о его подвигах. И фонды музея хранят его награды, которые представлены на нашей выставке.